Популярность принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании снова упала до рекордно низкого уровня. Результатом последнего опроса могут стать не только последствия их громкого интервью с опрой Уинфри, но и то, как британская общественность восприняла их заявление о выводе войск из Афганистана и ситуации с пандемией COVID-19. Согласно последнему опросу UGAF, принц Гарри и Меган Маркл могут рассчитывать на то, что их будут все больше недолюбливать британцы. После того, как пара решила раскрыть секреты королевского двора на шоу Опры Уинфри и смерти принца Филиппа, рейтинг одобрения принца Гарри составил 43% в апреле этого года. После комментариев о пандемии коронавируса и ситуации в Афганистане, симпатии к герцогу Сасакскому резко упали, и теперь о них заявляют только 34% опрошенных. Британцы еще хуже, относятся к Меган Маркл. Если в марте этого года она могла рассчитывать на 30% поддержку в марте и 29% в апреле этого года, то сейчас она составляет 26%. Стоит отметить, что хотя герцог и герцогиня Сасакские, которые переживают большой спад популярности среди поданных Елизаветы II, находятся в нижней части рейтинга популярности, они не последние. Это позорное место может похвастаться принцем Эндрю, который нравится 6% британцев, а 83% из них испытывают к нему антипатию. Больше всего положительных голосов, что неудивительно, было отдано королеве Елизавете II, которая получила 80% голосов. Принц Гарри и Меган Маркл, при уменьшающейся поддержке британского народа, снижение поддержки Меган Маркл и принца Гарри. По данным ЮГАФ, является результатом негативного восприятия не только их интервью с опрой Уинфри, но и их последующих действий. После кризиса, вызванного катастрофой на Гаити, ситуации в Афганистане и пандемией коронавируса, супруги выступили с заявлениями, которые были опубликованы на сайте фонда Archival Foundation, которым они руководят. Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность поддержать их организацию и проект World Central Kitchen. По данным ЮГАФ, жители Великобритании восприняли заявление герцога и герцогини Сассекских, как набор пустых слов, которые направлены на то, чтобы понравиться просвещенной части общества, но ничего не говорят о реальной помощи, которую окажет возглавляемый ими фонд. В заявлениях отсутствуют конкретные расчеты или даже декларация о количестве денег, пожертвованных на благие цели или указания на реально предпринятые действия.